Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат, и это обзор очередной партии Магнуса Карлсона, которую он сыграл на турнире в Баден-Бадене. В третьем туре ему достался очень крепкий немецкий орешек в лице гроссмейстера Матиуса Блюбаума. Это очень сильный гроссмейстер, он не хватает звезд с неба, но при этом обладает очень таким плотным стилем, играет французскую защиту за черных. Ну и вот в предыдущем туре сломить его сопротивление не смог Фабиано Каруано. Но вот в этой партии Кансону приходилось играть черными, и на ход Д4 он применил сторонийскую защиту. Посмотрите, в этом турнире он применяет эту защиту как раз в закрытых дебютах. Конь Ф3, рокировка, слон Е2, Е5. Так называемая классическая система, и в этой позиции основным все-таки считается ход 2-0, после конь С6, Д5, конь Е7, здесь белые конь Е1 ходят, или Б4. Это основные варианты староиндийской в классической системе. Но слон Е3 здесь сыграли белые, и Карлсон сразу же пользуется возможностью пробить на Д4, нападает ладьей и конем на пешку, ну и мы защищаем ее ходом Ф3. Конечно, вот в такой структуре понятно, что где-то так провисает слон на Е3, поэтому здесь Карлсон хочет сразу провести С6 и Д5. С6, слон уходит из-под ремьена ладьи, Д5, ЕД, СД и рокировка. Белые успели уйти в 2-0, далее конь С6, С5, вот в этой позиции, и А6. Идея в том, чтобы не допустить одного из коней на поле Б5. Дальше следует ход Ф3, Д2. Белые пока что крепко очень играют. Тут у них все надежно защищено, на Д4 они, конечно, будут бить слоном. Но дальше Ф5, ну и здесь следует ход ладья ФЕ1. То есть пока что ничего такого экстраординарного не делает Маттиус Блюбаум. Ферзь С5, конь Е6, с помощью такого трюка он выигрывает, можно сказать, даже не выигрывает, а разменивает важного чернопольного слона черных. Ферзь А5, взяли-взяли, и дальше следует ход А3. Потихонечку как-то позиция выхолачивается. Здесь играет Кауссен Д4, слон Д4, конь Д4, ферзь Д4 и ладья Д8. Ферзь отходит на Е3, слон Д7, ладья АД1, ну и здесь Кауссен переставился на на Е6. Никаких ошибок оба соперника не делают. Ну а как мы понимаем, если ошибок не делать, то партия потихонечку здесь переходит из равной позиции в равную, ну и ферзь Д8. Ладьи исчезли, по открытой линии Д произошел размен, но вот в этой позиции белые отошли на Е2. Далее следует ход ферзь Д6 и Ф4. Вот так Блюбаум пытается за поле Е5 побороться. Черный играет слон Д7, тут идея перевести слона на С6, но белый первыми занимает эту диагональ ходом слона Ф3. Далее следует ход слон С6 и из доски исчезают еще и слоны. Правда не сразу. Кауссен играет конь Ж4, нападает на ферзя, ферзь Ж3, делает еще шаг вот здесь. Ну тут идея понятна, может быть на Аш1 думал, что отойдет здесь Блюбаум. Дальше конь Ф2 и конь Е4 с выигрышем ферзя белых, но конечно король Ф1, конь Е3, король Е2, конь Ф5. Посмотрите, как такой вот оттянутый или же даже затянутый размен на С6. Ферзь Ф2 и ферзь бьет С6. Конечно, не нужно здесь менять ферзей, потому что на С6 придется бить пешкой, у черных даже хуже будет. Но после этих всех разменов позиция по-прежнему равная. Основная проблема в том, что здесь симметричная пешечная структура. В таких случаях очень трудно что-то создать. Ж4, ферзь С4, король Д2, конь Д4. Ну какая-то видимость активности, может быть конь Б3 в этой позиции. Ферзь Е3 сыграли белые, тоже плотный ход. Конь С6, не давая запрыгнуть ферзю на поле Е5. Конь Е2. То есть здесь уже готовится размен. То есть можно где-то и ферзь С3 сыграть. Черный играет Х5. Понятно, что сейчас ферзь С3 не сыграешь, потому что пешка на Ж4 под боем. Играем так, взяли-взяли, но вот в этой позиции Ж5. Ну и опять ферзь С3, ход наверное возможен был, но в то же время белые так не пошли. Они сразу забрали и ферзь бьет Ж4. Ну таким образом разменялись не ферзь, а пешки. Ферзь С3 шаг, теперь уже без размена ферзей. Ферзь Ф6. Ферзь Ж2 здесь сыграл Каусом. Ну, пока не ошибается его соперник. Конечно, в такой ситуации можно надеяться только на ошибку противника. Но он пока ее не делает, не совершает. Ферзь Х3 шаг, король Д2. Дальше следует ход Ферзь Д7, снова шаг, король С2. Конь Е7. Ну, в чем идея не допустить хода Ж6 и полного размена пешек на королевском фланге. Конь С3 здесь сыграли белые. Конь Ж6, Б4. Конь Ф8. Ну и дальше Ферзь Е5. В этой ситуации Каусом уже совсем отчаялся в попытках добыть все-таки очко в этой партии. И он предлагает размен ферзей. То есть идея его в том, чтобы где-то завоевать пешку Ж5. Далее происходит размен. Блюбаум все посчитал. Он не боится идти в коневое окончание. Король Ж7. Ну, тут вроде как понятно. Король подходит на Ж6. Забираем на Ж5. Но дело в том, что и на ферзьевом фланге тоже есть пешки, на которые можно цепляться. А4 здесь сыграли белые. Ну, тут понятно. Дальше если сыграть король Ж6, то можно пойти А5. А вот этот ход пойти конем. Скажем, на Ц5, на Д6. То есть пешка на Б7 упадет. Ну, и дальше белые получат свои контершансы на ферзьевом фланге. Поэтому Б6. Такой тонкий ход. С идеей как-то сохранить побольше пешек. На ход А5 ответить Б5. Ну, и на Б5, соответственно, А5. В таком стиле. Ну, белые подходят королем. Дальше играют король С4. Конь Ж5. И конь Д6. Все-таки здесь не избежать черным потери одной из пешек на ферзьевом фланге. Но здесь сыграл Каусен Ф5. И Блюбаум точно уже все высчитал. Ну, в принципе, тут расчет несложный. Тут необходимо... То есть нет необходимости даже быть красмейстером, чтобы это все рассчитать. А именно жертву коня на Ф5. Король Д5 в этой позиции. Ну, и понятно, что белый король заходит куда-то сюда. И здесь Каусен пробует последний шанс. Он играет конь Ф3, король С6, Б5, АБ и конь Д4. Вот что в этой ситуации сделают белые. Конечно, если они тут сыграют вдруг король Б6, то их ждет вот такой вот ход. Как АБ на этот ход. Черные просто успевают королем защитить коня. Вытесняют белого короля с поля С5. Завоевывают пешку Б4 и выигрывают партию. Ну, понятно, что если бы против Каусена играл не Гросмейстер, а начинающий шахматист, может быть так он и сыграл бы. Ну, Блюбаум есть Блюбаум. Конь С... Вернее, король С5, он здесь сыграл. Конь Б5, король Б6, ну и все. То есть, здесь уже нет поля, с которого конь бы защитил пешку и не попал под бой. Поэтому был сделан ход король Е5. Ну, и тут соперники согласились на ничью. Ну, вот так бывает, что даже чемпион мира не может реализовать свой перевес в классе. Ну, разница в рейтинге у них примерно 200 пунктов. Но в то же время крепкий Гросмейстер в отдельно взятой партии может противопоставить свой стиль даже чемпиону мира и добиться желанной ничьей. Вот такая вот партия. Сухая, но результат на табло, как говорится. Конечно, Карлсон дальше будет стараться набрать побольше очков, но в этот раз ему этого не удалось. Надеюсь, что данный обзор был не слишком скучным, довольно информативным. Спасибо за ваше внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok